Наверняка каждый хоть раз задумывался о том, что же останется после меня. Возможно, известный художник Борис Быстров думал так же. И, скорее всего, не догадывался, что своей жизнью, поступками, творчеством вдохновит младшего брата на создание книги. Да, сегодня исторический факт. Я презентую свою книгу, которая носит название «Мой брат-художник». Книга написана в честь его имени, в память о нем. Когда младшему Саше было 10 лет, в семье Быстровых не стало отца. Мать одна поднимала и воспитывала двух сыновей. Несмотря на то, что разница в возрасте у братьев небольшая, всего 7 лет, старший Борис взял на себя роль защитника и добытчика, роль мужчины. На протяжении всей его жизни, моей жизни, он, безусловно, был для меня ведущим референтным лицом, как это сейчас в психологии говорят. И во всех моих жизненных каких-то проблемах он всегда был рядом. Можно было просто сойти с орбиты развития нормальной личности, нормального человека. Он мне это сделать не позволил. В книге отражена вся траектория жизни Бориса Николаевича длиной в 57 лет, шел по которой он, как рассказывает брат, интуитивным путем. А первый в проявлении художественных способностей, об обучении в Московской художественной академии на факультете живописи, об военной службе в армии, переездах и страшной болезни. Сейчас вы, так скажем, восстановили историю жизни своего брата, а потом приступайте за автобиографию. Вместо у нас достигнута, я вас поздравляю. Спасибо. Большинство картин Бориса Быстрова находится в Геленджике, где художник прожил около 30 лет. Книгу-биографию, посвященную живописцу, вы можете найти в Котловской центральной городской библиотеке. Я горжусь им и хочу, чтобы он остался в нашей памяти навсегда. КОНЕЦ